Здравствуйте! В эфире телевизионный канал Local TV и программа новости недели на русском языке. С вами Виктория Константиновна и Сократ Граматикополус. В наших выпусках мы знакомим вас с самыми заметными событиями, которые происходят в Греции в течение недели. Освещаем политическую, экономическую и социальную жизнь страны, где мы проживаем. Делимся новостями культурной и светской сферы. В нашей передаче мы затрагиваем наиболее важные события России и других стран бывшего Советского Союза. Добро пожаловать! Политика Радостное настроение после пасхальных каникул сменилось тревожным ожиданием. Накануне Пасхи Европейский Союз наконец-то выработал механизм спасения финансовой системы Греции в случае угрозы банкротства. Праздник Воскресения Христова правительство встречало в повышенном настроении, весело и бодро. По сообщению газеты Эспрессо, Йоргес Папандрео, глава правительства, на праздничных выходных решил сесть за весло. Он отправился на кануэ из городка Эрмиони на остров Гидра, который расположен напротив Арголиды. Мне известен этот маршрут в несколько километров и надо признаться, что решимость или безрассудство 58-летнего главу правительства вызывает уважение. Но сразу после окончания коротких пасхальных каникул экономику Греции ждал недобрый сюрприз. Выработанный на встрече глав государственной евромеханизм спасения Греции не был прописан четко и конкретно, а потому оставлял возможность для спекуляций. На этом и решили сыграть биржевые маклеры на международных фондовых рынках. Греческая платежеспособность вновь была поставлена под сомнение. Греческие ценные бумаги упали в цене. А это значит, что усилия правительства по восстановлению кредитного доверия к стране пошли прахом. Рассчитывать на дешевые кредиты не приходится, а брать дорогие у Греции нет финансовых возможностей. Это еще не означает банкротство. Это означает введение новых, более жестких мер экономии, дальнейшее замораживание и понижение зарплат в государственном секторе и повышение налогов для всех нас. Так что Йоргосу Папандрео предстоит дальнее плавание по бурным морям мировой экономии. Если Йоргос Папандрео полон решимости и нашел в себе силы для гребли, так вот его коллега по правительству, министр труда Андреас Лавердес, не выдержал нервного напряжения и на празднике оказался в больнице с проблемами желудка. Врачи утверждают, что всему виной стресс. Неудивительно, ведь министру труда приходится решать нелегкую задачу, как в условиях финансового кризиса сохранить достойный уровень пенсий. А тут еще и безрадостные новости с международных финансовых рынков. Оппозиция обвиняет правительство, которое на этой неделе, кстати, отметило свое полугодие пребыванию власти, в том, что в своей политике оно не повышает, на повышение налогов оно разрушает внутренний рынок, замораживает предпринимательскую деятельность, препятствует развитию экономики. Ну и, как вы сами понимаете, без развития невозможно выйти из кризиса. С этим можно согласиться. Вместо того, чтобы счищать завалы в государственном секторе, правительству предпочло легкий путь сбора денег посредством повышения налогов. Ну а сколько еще областей и отраслей, где государство бездумно теряет деньги? Такой пример. Символ туристической Греции, Акрополь, почему-то закрывается в 3 часа дня. Из своего опыта я знаю, сколько туристов не успевают посетить его до закрытия. А ведь они готовы расстаться с вход с приличной суммой, 12 евро, столько стоит один билет. Сколько же денег теряет государственный бюджет из-за этой глупости? Ведь Акрополь мог бы быть открыт вплоть до заката солнца, когда в лучах его Парфенон особенно красив. Но государство само отталкивает туристов. Можно добавить, что хотя официально Акрополь закрывается в 3 часа, посетители должны покинуть историческое место уже за 40 минут до официального закрытия. Именно так всему миру демонстрируется, что греческое государство не умеет зарабатывать деньги даже на туризме, на одной из основных прибыльных отраслей экономики. Понтийские новости. Пасха для нас, для выходцев из понта, связана не только с праздником в честь Воскресения Господня, но и с трауром. Согласно традиции, на следующее после Пасхи Воскресение, Воскресение Фомы, Кириакиту Фома, принято поминать умерших. Считается, что после Воскресения Господня души умерших появляются среди живых и присутствуют вплоть до Дня Святого Духа, следующего сразу после Троицы. По понтийской традиции, которую переселенцы чтут и в Греции, семьями принято направляться на кладбище, на могилы к родственникам и близким. С собой несут пасхальные куличи, пирожки, другую снеть, разливается вино, звучит грустная понтийская лира. Священникам читается поминальная молитва. Так понтийцы поминают умерших. История этой традиции тянется с еще до христианских времен. Тогда эллины приносили, поминая умерших, зерно и вино. Теперь эта традиция сохранилась только среди выходцев из понта. Ну и раз уж мы заговорили о Трауре, придется, наверное, вспомнить, что и эта Пасха, увы, не обошлась без жертв. Часть наших сограждан погибла в дорожно-транспортных происшествиях. Несколько человек от взрывов хлопушек, петардах, праздничных ракет, фейерверков. За праздничные дни произошло более 150 дорожно-транспортных происшествий. Главными причинами явились невнимательное вождение, превышение скорости и несоблюдение таких дорожных знаков, как стоп. Стоит заметить, что травмы могли быть менее серьезными хотя бы у водителей и пассажиров мотоциклов, если бы они всегда использовали защитный шлем. Ты знаешь такую горькую шутку про греческих водителей и мотоциклистов? Такой вопрос задается, какая часть тела водителей и мотоциклов всегда в безопасности? Ответ – локоть. А почему? Потому что именно там всегда надет защитный шлем. Это правда. А вот поддержание греческих традиций по запусканию самодельных фейерверков, а также стрельбе из винтовки в воздух, увы, и в этом году стоило жизни и здоровья ни одному человеку. 21-летний сын вице-мэра острова Санторини трагически погиб, пытаясь привести в действие зажигательное устройство. А его другу теперь грозят пожизненные проблемы со зрением. На острове Хиллс 16-летний подросток лишился части руки. В городе Янеца хозяин дома по неосторожности застрелил своего двоюродного брата. На острове Крит еще один молодой человек погиб в попытке запустить фейерверк. А турист из Англии получил пулю в грудь, проходя мимо дома, в котором все еще, отмечая Пасху, гости постреливали в воздух.